Друзья, в студии Русской службы новостей, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник Леонид Ивашов. В общем, я так понимаю, все из того, что сказал Леонид Григорьевич, мы все очень долгое время находились в заблуждении. Потому что сначала нас всех пытались убедить, что Запад не имеет никакого отношения к арабской весне, которая катится по, собственно, арабскому миру. Теперь, исходя из ваших слов, исключительно Запад и только Запад имеет к этому отношение. Вопрос следующий. Вы говорите, что пока Соединенные Штаты Америки продолжают поддерживать братьев-мусульман. Продолжают поддерживать братьев-мусульман. Но тогда почему Мурси продлевают и продлевают арест, продлевают и продлевают арест? Армия Египта успешно подавляет протесты сторонников президента Мурси. Как такое может получаться? Но вот здесь как раз прочитывается антиамериканская политика на Ближнем Востоке. Я уже говорил, вот это богатые нефтью и вообще богатые деньгами страны Ближнего Востока, они сегодня явно стоят на стороне египетских военных. В какой момент из-за чего произошла вот эта смена ориентации вот этой вот вегетоносной системы Ближнего Востока? Скажите. Ну, в какой момент сказать сложно. Ну, вот арабская весна где-то, вы понимаете, вот как в этом в электрическом поле растет-растет напряженность, потом искра и все поле заработало. Вот так произошло и там. Но американцы спокойно согласились сдать Хосни Мубарака, который был их, по сути дела, союзников много лет. Вот, более 30 лет. Вот, сдают его и запускают вот этот процесс, выпускают братья-мусульман. Братья-мусульмане это не некая секта, вот здесь нужно понимать, там замкнутая, закрыта. И не вчера возникла. И не вчера возникла, да. Это с 30-х годов прошлого столетия, искусственно британской разведкой создавались и так далее. Они имеют сеть, крупную сеть своих банков. Они имеют там и холдинги, и предприятия, и так далее. И что вот интересно, что они имели свои боевые организации. И их не заносили, то есть вооруженные, по сути дела, формирования, и их не заносили в разряд террористических. Так что вот пришел момент, когда нужно было выпустить их. Их выпустили. Для чего? Вот тот же принцип, чтобы арабы, ну, путинское слово, мочили арабов, там, сунниты, шиитов и так далее. И вот эта огромная дуга нестабильности, которая вот начинается от Туниса и проходит через весь этот самый, как вот, Ближний Восток, Средний Восток, через Афганистан. Он, Пакистан, и выходит к Китаю, вот поджимает как бы и Россию, и Китай, и так далее. Опоясывает. Вот. Вот здесь вы сказали, поджимает Россию. Вот здесь один из наших слушателей, как раз, если говорить про Россию, спрашивает, если что, на всякий случай. Кто сейчас союзник России? Сирия, Венесуэла, Северная Корея. Волнуется Николай, наш слушатель. Нет, вы понимаете, у России сегодня союзников, я бы так сказал, 70% стран мира. Но не нынешней России, не нынешней вот политики России, когда мы сидим на двух стуглях, там, подыграем с Западом и так далее. Вы понимаете, что если бы Россия проводила традиционную ей свою внешнюю политику, политику справедливости, политику предотвращения насилия, воин, соблюдала вот нормы международного права, вы знаете, у нас Латинская Америка, это наша, не только там Венесуэла. А сейчас она что, не наша? Она наша, но вы понимаете, это пассивная пока поддержка идет, она наша. Африка, большинство стран бы было на нашей стороне, Китай, Индия и вообще Юго-Восточная Азия. Китай, Индия и вообще члены БРИКС, они, естественно, наши разные? Члены БРИКС, естественно, да. Но в БРИКС, кстати, как в ШОС, нет лидера одного. Нет лидера. И вот Россия должна была активно предлагать вообще проект переустройства мира. Этот мир сегодня уже валится, да. Понимаете, вот. И если мы активно бы действовали, но посмотрите, мы Ливию сдаем, например, разрешаем уничтожать. За Сирию вроде взялись там поддерживать и так далее. Ведем себя совсем не последовательно. А вот эта прямая, четкая, традиционная наша политика против насилия, против несправедливости, против вмешательства во внутренние дела, мы бы обрели, знаете, ну весь мир в качестве союзников. Но сегодня этот нимб носит Соединенные Штаты Америки. По крайней мере, это задекларировано, что это единственная страна мира, которая за справедливость, за равноправие, за демократию, за невмешательство. Значит, кто этот статус предал американцу? Сами себе. Сами себе. Безусловно. И этот статус. Так навязали эту мысль всем остальным? Навязали всем мысль. Ну, вы понимаете, вот я работал по Европе, там, и в НАТО, и так далее. Понимаете, вот я бы не сказал, что в Европе есть хоть один такой вот близкий союзник Соединенным Штатам. И вот я признаюсь, когда вот я жестко там критиковал однажды на Совете России НАТО, посадил американского министра, когда он наглую там нажимает кнопки, прерывает всех и так далее. Не помню, чтобы какой министр стран НАТО не подошел бы и молча не пожал мне руку. И британцы такие были гордые. Ну, а там один мой коллега, генерал, он говорит, впервые с момента вот создания НАТО вот ты заткнул рот наглым американцам. Так что Европа объединяется и Евросоюз, и попытка была своей даже там военно-политические структуры создать не для защиты там от России от кого-то. Они хотят уйти от американцев. До сих пор хотят уйти от американцев? Хотят уйти. С одной стороны, они настолько экономически и финансово связаны между собой, что вот разрывать страшно. Но политически... Даже если, согласитесь, даже если Европа создаст какую-то свою военную ассоциацию, военно-политическую, пускай это будет ассоциация, эти силы все равно будут ни в коей мере не сравнимы с мощностью Соединенных Штатов, даже если те останутся одни. Чем Европе вот нужно НАТО? Вот такая мощная сила. Договаривайся с Россией. Россия открыта. И мы же первыми предлагали, ну, еще при Сталине там создать... Расскажите это хотя бы Прибалтике. Систему. Расскажите это Польше. Расскажите это Финнам. Вы знаете, вот у меня недавно буквально встреча была с латышами. Простые латыши, ну, там, учительницы и так далее. И на вопрос, мой сербский друг, мы встречались там в Черногории, задают вопрос, вам жилось лучше, где-то 40-45 лет, вот, вам жилось лучше в Советском Союзе или в Европейском Союзе? Вы знаете, вот мужчина, он бизнесмен, да-да, сказал, что если бы не было репрессий, было в лучшем Советском Союзе. А женщина, откровенно, да, Советский Союз мы развивались, сегодня мы вымираем. Так что, да. Очевидно все. Друзья, в студии РСН, президент Академии Геополитических Проблем, генерал-полковник Леонид Авошов. Впереди информационный выпуск, и мы парни на РСН. Друзья, в студии РСН, президент Академии Геополитических Проблем, генерал-полковник Леонид Авошов. Вот срочная новость, кстати, в тему нашего разговора. Суд Египта постановил освободить экс-президента страны Хосни Мубарк. Может, они слушают РСН? Это мы дали команду. На самом деле, мировой халифат построила русская служба новостей, находясь в подполье, имея штаб-квартиру в Лондоне. На самом деле, до рекламы вы говорили о том, что вот вы беседовали с латышами, ну, если считать их, если они и есть представители Прибалтики, все выбирают Советский Союз, кто-то с оговорками, вот вы говорите, что мужчина сказал, что если бы не было репрессий, вот интересно, чтобы они ответили, если бы не было коррупции такой ужасающей в России совершенно. Я просто пытаюсь плавно перейти от одной темы к другой, а именно к бывшему министру обороны Российской Федерации Анатолию Сердюкову. Волну огромную, я даже не буду говорить, насколько мощную, волну возмущения, по крайней мере, среди наших слушателей, слушателей РСН, вызвал тот факт, что главное военно-следственное управление ИСКА отказало в возбуждении уголовного дела, фигурантами которого могли стать экс-министр обороны Сердюков и бывший директор департамента образования военного ведомства Екатерина Приезжева. Ну, я думаю, что вот эти вот фамилии, они все-таки второстепенную роль играют. Здесь флагман Сердюков, безусловно. А что происходит? Почему? Значит, ну, вот я даже не соглашусь, что здесь главную роль играл Сердюков. Были какие-то силы, которые заставили Путина назначить вот этого завмага мебельного, этого априори жулика на пост министра обороны. Вот скажите, мог разумный человек, вот просто, если он желает укрепления там армии, развития и военно-технического развития там вооруженных сил и так далее, мог такого человека назначить? Понимаете, какая история? Я не могу ни в коей мере упрекнуть Путина даже в толике недальновидности. А значит... Это раз, а два, что его кто-то мог в чем-то что-то заставить. А значит, да. Я говорил с Владимиром Владимировичем вот на эту тему, когда еще Сердюков оставался на посту министра. И он, уходя с президентского поста, берет и назначает этого человека. Значит, где-то какая-то торговля была. Он говорил, я его не знал, ну, видеть, видеть и так далее. То есть, какие-то силы заставили его. Какие-то силы, это понятно, либеральные. Либеральные силы. Те, которые устами Юргенса, например, а тот от имени Медведев заявлял, что цель, значит, встраивания там виновой цивилизации, вступление в НАТО и так далее. Вот силы, которые тащили, чтобы мы были под натовским зонтиком. Вот сейчас, когда Путин пришел, разобрался, и как он обещал вот нам, офицерам, он его снял. Но силы... Когда он вам это обещал? Откройте вот этот секрет. Ну, открой, это было январь 2012 года. А, ну это не так давно. Я поняла. Он обещал, что когда я ему выложил все, что творится в армии, по-моему, много он не знал просто. Но силы-то остались, и цели понизить вот уровни оборонспособности, они сохранились. И сегодня вот, чтобы перевооружить армию, вот, и Шойгу Сергей Кужихевич принимает какие-то меры для того, чтобы армия строилась на новой, научной, современной основе. Но мы тут же видим, что запускается другой процесс. Процесс убийства, вот, предприятий и институтов КБ, которые занимаются, вот, разработкой новейших образцов, новейших видов вооруженной техники, там, защиты и так далее. Вот это сейчас идет валом. Возникает вопрос, все-таки, это ж какая должна быть цена вопроса, если в торговле Путин вдруг уступает представителям либерального крыла, для того, чтобы допустить вообще эту разори и разоряющую реформу оборонного ведомства? Ну, по-моему, у Путина вот до событий в Ливии еще оставались тоже какие-то иллюзии, что с Западом войны не будет, там дружба, мы помогаем им там всем, чем можно, отдаем свои ресурсы, сокопорядок. Но вот эта система ПРО, понятно, что это нейтрализовать, задача нейтрализовать наш ракетно-ядерный потенциал. А с чем мы тогда остаемся в обычных вооруженных силах? Мы никому не конкуренты сегодня встречаем. Второе. Вот Ливии отняли, заявили, это деньги диктатор, присвоили и так далее. И вот это заставило Путина задуматься. И он действительно меняет как бы политику, чтобы опереться на свою армию. И деньги большие там выделяются и так далее. Рассказываете, потому что Путин никогда не представлялся мне наивным человеком. И поверить кому-то Запада, что войны не будет, и реально вдруг начать разоружаться, вот... Ну просто вот прям каждый день, что не день, то сюртук с себя снимаем. Ну как? На стиле отружали. Подписали соглашение в 2007 году, значит, подписали соглашение о том, что НАТО зайдет сюда и оно действует, имеет форму закона. Войдет без каких там пограничного контроля таможенного и так далее. Что такое ульяновская база НАТО? Уже поставьте точку, в конце концов. Это реально база НАТО или это, как было обещано, перевалочный пункт для вывода войск из организма? Когда я слушаю вот политологов, там депутатов, которые это, там салфетки будут и так далее. Сразу становлюсь на позицию военной терминологии. Военная организация четко структурированная, понимаете? Вот есть батальон, есть там... И эта база, оперативная тыловая база, подруга, это база со своими задачами и так далее. К сожалению, это время, вопрос просто на да и нет. Сердюков подсуден? Подсуден за измену Родины, подрывы мороноспособности государства. И, конечно, за мошенничество. Денис 21 готов платить абонентку рублей 200, но за каждый фильм...